Террористы на севере Сирии Попытались прорвать оборону правительственных сил в провинциях Латакия, Хама и Алепа, но в итоге сами несут потери и теряют территорию. В Идлибской зоне деэскалации очередная эскалация, которую спровоцировали боевики бывшего филиала Аль-Кайды в Арабской Республике. Зачем это нужно было террористам и к чему приведет активность радикальных группировок, а также какую роль там играют русскоговорящие боевики. Разберемся в программе. В эфире Россия-24. Война. Программа о том, как устроены современные конфликты о войнах, которые уже закончились идут сейчас или скоро начнутся и конечно касаются нас с вами. Я военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный Здравствуйте Ну вот не в первый раз и наверняка не в последний террористы Хаят Ахри Рашам сделали все возможное, чтобы в зоне деэскалации на севере Сирии вновь начали стрелять. Боевики на неделе организовали серию атак на позиции правительственных сил. Причем сформировали для этого несколько крупных подразделений. Усилили подразделения танками, бронемашинами и пикапами с крупнокалиберными пулеметами. Вот хронология действий террористов. А участвовало несколько группировок. Но командовали главари из Хаят Ахри Рашам. 5 августа главарь бывшей Нусры, теперь эта группировка Хаят Ахри Рашам заявил, что боевики, которые ему подчиняются, не будут соблюдать режим тишины в Идлебской зоне деэскалации. Уже через сутки после заявления от Джулани 12 сирийских военных и 4 мирных жителя получили ранения. Перемирие было нарушено 25 раз. Дальше больше. Ночью 7 августа полсотни террористов атаковали сирийских военных в районе села Хуаес. Атаку боевики поддерживали артиллерии, реактивные ствольные. Утром того же дня радикалы бросили в бой батальон, усиленный танками и бронеавтомобилями. Для прорыва террористы использовали смертника на заминированном пикапе. В результате атаки террористы вклинились в оборону правительственных сил на полкилометра. Чуть позже, на другом направлении, в районе высоты Эль-Малах, около ста радикалов, также попытались прорвать линию обороны сирийской армии. Бойцы правительственных сил смогли остановить отряд террористов. Еще через сутки боевики Хаята Хрирошам и других радикальных группировок попытались повторить атаки. Кроме того, начали массированные обстрелы населенных пунктов, которые находятся у линии соприкосновения. Из района Габана, что в горной латаке, радикалы открыли огонь из реактивной артиллерии по российской базе Хмеймим. Четыре ракеты взорвались в двух километрах северо-восточный аэродром. В результате обстрела двое местных жителей погибли, четверо получили различные ранения. Среди раненых один ребенок. Российские военные не пострадали. 9 и 10 августа радикалы также атаковали подразделения правительственных сил. Использовали реактивные системы залпового огня, били из минометов. 14 военнослужащих армии Сирии погибли в районе Ачана. Террористы провели артподготовку перед атакой, использовали кустарные надкалиберные мины и штатные 120-мм боеприпасы. После бросили в бой отряд из 70 боевиков. Но и это наступление было отбито. Еще 9 сирийских военных погибли при атаке радикалов в районе села Икка. После еще одно наступление, в котором террористы Хаят-Тахри-Рашам задействовали около полусотни боевиков в бронетехнику, пикапы с пулеметами бессмертных. По скоплениям радикалов были нанесены артиллерийские и авиационные удары. Отряды банформирований понесли значительные потери, отброшенные на исходные позиции. Все эти дни авиация Воздушно-космических сил России наносила точечные удары по опорным пунктам террористических группировок. Российские летчики уничтожали бронетехнику, боевиков и артиллерию. В нашей студии руководитель экспертной группы Российской академии Генштаба Александр Лихоносов. Он поможет нам разобраться в этой ситуации. Ну вот боевики сделали все возможное, чтобы, собственно говоря, нарушить режим тишины в Идлибской зоне деэскалации. Всю неделю предпринимали действительно серьезные попытки атак не только каких-то блокпостов или опорных пунктов, а вообще линии обороны правительственных сил, там даже вклинивались в эту оборону, там, где на 500 метров, где на километр. Правительственные силы при поддержке авиации российской отбили эти атаки. Вот что с террористами делать в зоне эскалации? Ну понятно же, что договориться не получится. Понимаете, когда создавалась сама зона для эскалации, тогда была большая надежда и возможность на то, что будет, можно будет договориться мирным путем. Действительно, этот год чуть больше прошли не зря, потому что обстрелы прекратились, да, боевики не до конца выводили, или, будем говорить, имитировали вывод тяжелых вооружений зоны до эскалации, но результаты были. И вот когда всю практически зону до эскалации Идлибскую взяли под контроль боевики Жабхат Ан-Нусра, да, они там немножко провели ребрезинг, называется чуть по-другому, но суть не осталась. По сути, это такая ячейка Аль-Каиды в Сирии. И захватив власть, действительно создалась ситуация, когда договор о способных боевиков оппозиции там не осталось. В этой ситуации их атаки достаточно серьезные, крупные, вот, а за последние 10 только дней, вот, было порядка 300 обстрелов, вот, среди правительственных войск были жертвы порядка даже 60 человек, то есть это действительно серьезные потери. Мирное население, вот, только за 10-10 дней, мирное население, порядка там, трех человек было убито, и десятки раненых, как мирных граждан, вот, так и военнослужащих сирийской армии. Стало понятно, что с ними уже договариваться невозможно. Там пришли к власти непримиримые, абсолютно, вот, отрабатывающие свои деньги, вот, и боевики, которые там, особенно наемники, которые там сосредоточены, они не пойдут на мирный путь. И здесь путь остается один уничтожение. Ну, не секрет, что Египетская зона деэскалации, она стала таким анклавом международного терроризма, террористического интернационала. И в этом анклаве, этот анклав как зонтик используют террористические организации, в этом анклаве находятся сотни, если не тысячи боевиков, что приехали из стран СНГ, что приехали из республик нашего, Северного Кавказа. Это вот настоящая угроза безопасности Российской Федерации. Вот, собственно говоря, эту угрозу оценивают, рассматривают, ее анализируют. Вообще, что там за люди находятся? Это настоящая угроза, которая существует. У нас существуют в России давно отлаженные механизмы отслеживания всех этих боевиков, которые туда уходят. Что это за люди? Что с Россией, что с Центральной Азией, что с других стран Кавказа, в том числе и Азербайджана и Грузии. Действительно такой интернационал. Удивительно, когда пытаются их преподнести, как борцов за ислам, ислама там и близко нет. Наемничество. Еду, зарабатываю деньги. Неплохие деньги. Даже не воюя, находясь в обороне по 20 долларов в день. Неплохие деньги. Особенно на фоне экономических проблем стран СНГ. И действительно, пока не экономические проблемы не будут решены в этих странах. И, конечно, будут они пополняться, боевики. Существует договоренность со странами ОДКБ, в том числе, уже создать единый центр по отслеживанию этих боевиков, где каждый, чтобы не пересекать границы, совершили преступление, не приехали в свою страну, приехали в Россию или в другую страну. Такого уже не получится. Это все отслеживается. Каждый боевик находится на учете. И его любое предвижение. Как в странах организации договора коллективной безопасности, так в странах СНГ существует договоренность об совместном борьбе с боевиками. Ну, то есть, знаете, когда говорят, что тезис о том, что необходимо с терроризмом бороться на дальних рубежах, он привеличен, вот на самом деле это не так. Вот Идлиб, это наглядная демонстрация того, что лучше с терроризмом бороться там, чем потом у нас. Это основная и была цель как раз применения и соглашения с правительством сирийским, чтобы как раз бороться на дальних поступках, чтобы не было здесь этих проблем. Мир плохо понимает, что на самом деле эта беда, она здесь, она никуда, она рядышком находится. И то, что вот эта чума 21 века может расползтись. А мы все видели их планы, да, и ползется. Мы видели их карты, так называемого того халифата, который практически черной краской закрашенного пол мира. Тут они где-то соревнуются с Гитлером, вот и с Наполеоном с такими замашками. Вот так. Такая активность террористов не могла остаться без ответа. Тем более, что у зоны деэскалации на севере страны сейчас, пожалуй, самые боеспособные сирийские подразделения. Вот они отбили атаки террористов и еще и освободили от боевиков ряд важных населенных пунктов. Не берусь утверждать, но на карте это выглядит как почти сформированный так называемый котел, если сирийские военные закроют его в районе Хан Шейхуна. Но несколько тысяч террористов и пособников окажутся в окружении. Вообще, необходимо отметить в который раз ведущую роль бригады сирийской армии, которой командует генерал Сухейлы в отражении атак террористов и в освобождении ряда населенных пунктов на юге зоны деэскалации. Подразделения «Тигров» с 6 по 9 августа отбивали нападения террористов Хаят-Тахри-Раша на населенные пункты Хуайс, Хамамияд, Джубейн и Эль-Малах на севере провинции Хама. А далее подразделения бригады при поддержке ВКС России выбили террористов таких группировок, как Аджнат, Аль-Кавказ, кстати, в этой банде воюют выходцы из Дагестана и Чечни, и Исламская партия Туркестана. С господствующих высот бойцы Сухела освободили населенные пункты Заках, Зайтуна, Кафр-Айн, Мадая, Аль-Хабит. В перспективе правительственные силы могут ликвидировать так называемый айлатаманский выступ. Хотя понятно, что боевики готовы к обороне. А сколько лет у них была возможность основательно, что называется, закапываться. В ходе боев террористы даже смогли сбить сирийский самолет. Летчик находится в плену у главарей группировки Хаят-Тахри-Рашам. Это кадры из освобожденного селения Зака. Судя по всему, типичный укрепленный пункт боевиков. Из жилых домов террористы выгнали людей и превратили гражданские объекты в казармы и огневые точки. В своих домах мы уже не были 6 лет. Боевики захватили эти места очень быстро, но все-таки мы успели убежать. Бросали все, что нажили. Чудом удалось забрать с собой лишь овец. Те же, кто не успел уехать сразу, лишились всего. Террористы не только выгнали их из домов, но и отобрали машины, скот, деньги. Вообще все. В школе оборудовали командный пункт. Ну, в общем, тут тоже ничего нового. Я учил здесь детей. Когда боевики пришли сюда несколько лет назад, они первым делом зашли в школу. Выгнали учеников и педагогов и расположились тут как хозяева. Им было наплевать, что тут маленькие дети, идут уроки. Террористов интересовало только наше здание, высокое и просторное. Тут они устроили свой командный пункт. Уроков здесь больше не было и, наверное, еще долго не будет. Как вы видите, школа разрушена, ее придется серьезно восстанавливать. Я думаю, что боевики – это абсолютно безумные люди, которые не гнушатся никаких варварских поступков даже в отношении детей. Они преступники. Мне больше нечего сказать. Под селом террористы построили разветвленную сеть переходов и тоннелей. Мы располагаем кадрами, которые сделали наши коллеги. Вот так сирийские военные обнаружили подземные коммуникации. Здесь радикалы могли укрываться от налетов ревиации и обстрелов, проводить совещания, тоннели оборудованные и вентиляцией, и буржуйками. Но даже такие оборонительные сооружения сейчас боевиков не спасают. И вот еще, что очень важно. В провинции Идлиб, которая стала, пожалуй, одним из самых крупных анклавов террористического интернационала, сотни боевиков из стран СНГ и уроженцев российского Кавказа, которые воюют в составе Хаятта-Хрирошам. Вот чтобы был понятен масштаб. В интересах бывшей Нусры действуют радикалы из Узбекистана в группировке Джамат, Таухид, Вальджихад, уроженцы Дагестана и Чечни из Аджнан, Аль-Кавказ, русскоговорящие террористы со всего СНГ из Мухаджирин, Валь-Ансар, в Хаятта-Хрирошам, в разных отрядах и киргизы, и таджики, казахи, и узбеки, и, конечно, радикалы с юга России. На минувшей неделе уроженец Дагестана попал в плен в ходе боев с сирийской армией. Тимирлан Тимирханов родился в Буйнакске, жил в Махачкале, по образованию финансист. Воевать в Сирию поехал на заработки. Вот кадры его допроса. В моем положении больше не нужны сказки о борьбе за веру. Я просто хотел заработать побольше денег быстро, за короткое время. Приехал на территорию Сирии. В Сирии я не собирался бегать всю жизнь в Сирии с автоматом по Сирии. Мне обещали, что после того, как я заработаю какое-то определительное количество денег, я могу уехать в Европу и жить спокойно, ни в чем не нуждаясь и не работая. И такая мотивация там у многих. Вербовщики обычно используют именно призыв к войне за интересы мусульман в Сирии, чтобы привлечь неофитов. Но часто все гораздо позаичнее. Вот так, за деньги, какая им разница, где воевать. Могли бы у нас на Кавказе воевали. Беспецслужбы внутри страны к российскому военному в Сирии не позволяют. Хотя спонсоры бы нашлись сейчас, как были и тогда, в 90-е годы. Террористы в сирийском Идлибе – это постоянная угроза безопасности России. И об этом не стоит забывать. В эфире была «Война» – программа о том, как устроены современные конфликты. Я Евгений Поддубный. Увидимся в эфире «России-24». Мирного неба вам. До встречи.